Хорошо, давайте постукивать по большому видению, вашему и нашему. Да, хорошо. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. Задержите дыхание. Выдохните. Позвольте себе подумать о чем-то, касательно чего у вас есть большое видение. Спросите себя, может ли это видение быть еще больше? Если вы думаете, например, я просто хочу получать достаточно денег, чтобы мне хватало на жизнь каждый месяц. Я предложу вам, а что если мы увеличим это видение, этот образ? Я хочу столько денег, чтобы можно было покупать все, что я захочу. И чтобы я мог делиться с другими, с теми, кто не может получить желаемого. Подумайте и представьте себе это большое видение. Обратите внимание, как в вас возрастает сопротивление. Какая-то ваша часть может говорить, «О, ты на это не способен». Кого ты обманываешь? Кто ты, чтобы думать о себе так? Просто позвольте себе замечать, какие ограничения вы вкладываете в видение себя, в образ себя. Обратите внимание, что вы чувствуете физически. Что чувствуете эмоционально. Обратите внимание на мысли, убеждения и воспоминания, которые могут появиться с целью ограничить ваше видение. Да, сделайте глубокий вдох. Откройте глаза. Теперь вы будете повторять за мной. И, надеюсь, остальные тоже. Думаю, все ознакомлены с техникой. Можно не повторять принятие ответственности. Давайте произнесем просто так. Хорошо, давайте. Я беру на себя полную ответственность за свое благосостояние во время таппинга. Несмотря на то, что иногда я ограничиваю свое видение, я выбираю все равно любить и принимать себя. Несмотря на то, что иногда я ограничиваю свое видение, я выбираю все равно любить и уважать себя. Несмотря на то, что иногда я ограничиваю свое видение, Я думаю о вещах, которые я хочу. И ограничиваю себя. Не проси о многом. Не мысли слишком масштабно. Кого ты пытаешься обмануть? Проси лишь малое. Но когда я побеждаю, это идет на пользу и другим. Так зачем мне это ограничивать? И несмотря на то, что я иногда ограничиваю свое видение, я решаю глубоко и полностью любить, уважать и принимать себя. И, возможно, тех других, которые учили меня ограничивать свое видение, все эти ограничения моего видения, все эти способы ограничивают свое видение. Я бы хотел видеть себя масштабнее. Часть меня говорит, что это для других. Я должен играть маленькую роль. Но, как сказала Мэриан Уильямсон, «Играя маленькую роль, ты миру не поможешь». Так что я очищаюсь от необходимости играть маленькую роль. Я позволяю своему видению стать больше. Потому что чем больше мое видение, тем больше людей получат от него пользу. Я могу поделиться своими дарами и талантами. Я решаю делиться ими в большом масштабе. Для разных людей это будет выглядеть по-разному. Я не знаю, как в конечном итоге это будет выглядеть. Отчасти это решает Вселенная. Но я не буду создавать никаких ограничений. Я хочу служить Вселенной. Я хочу играть большую роль. Я хочу мыслить масштабно. Я убираю блоки, мешающие мне делать это. Я убираю весь страх, что может проявиться. Играть настолько большую роль будет очень опасно. Люди увидят меня и начнут негативно комментировать. Это будет ужасно. Да, ужасно для них. Но не обязательно для меня. Потому что люди, которых я на самом деле уважаю, люди с большим видением, люди, изменившие мир, они прошли через море критики. Есть люди с большим видением, которым все в мире говорили. Отлично, ты все делаешь правильно. Мы на сто процентов тебя поддерживаем. И мы любим все, что ты делаешь. Но ведь именно этого я и хочу. Все не будут так ко мне относиться. Будут говорить, ограничивай свое видение. Но я не настолько глуп, чтобы делать это. Я руководствуюсь старым программированием. Мне говорили играть маленькую роль. Мне говорили избегать разочарований. Мне говорили избегать критики. Просто эти люди сами боялись. И не знали, как сказать мне. Смотри, я боюсь разочарования. Но, пожалуйста, пусть это не останавливает тебя. Может, им нужно было оправдать то, как они жили. И я шлю им любовь. Я освобождаю себя. Я позволяю своему видению себя становиться еще масштабней. Потому что для меня и для мира это беспроигрышная ситуация. Это проявление любви к самому себе. Это проявление любви к другим людям. Я убираю все, что блокирует эту любовь. Я отпускаю все, что не кажется любовью. И чем больше любви я чувствую, тем больше становится мое видение. И я решаю, что мне это действительно по душе. В теле, душе и разуме. Отлично. Закройте глаза и помечтайте. Подумайте о своем большом видении. О масштабном образе себя. Надеюсь, теперь вам уютнее представлять его. Вы видите намного больше. Теперь просто повторяйте этот таппинг. Это прекрасно. Развивайте видение себя, чтобы делиться своими дарами и талантами с миром. Вот почему я бесплатно вкладываю столько видео. Потому что люди должны делиться своими талантами и дарами. Я хочу, чтобы люди убрали все, что мешает им делать это. Да, это правда. Я хотел бы закончить очень быстро. Вы говорили, что скоро отправляетесь в Италию. Мы разговаривали про Микеланджело, про статую. Вы часто используете этот образ. Вот его статуя. Такие же статуи есть у меня на стенах. На каждой стене. Там, вон там. На обложках ваших учебных книг, которые вы раздавали на своем мастер-классе. Тоже Микеланджело. Расскажите, как так получилось, что вы настолько привязаны к его работе? Я всегда любил эту статую. С первого раза, как увидел. Кроме того, что это одно из невероятнейших произведений мирового искусства. Мне нравится, как Микеланджело сказал, что статуи уже были идеальными в самом мраморе. Все, что он сделал, лишь снял то, что не принадлежало к шедевру, находящемуся внутри. Для меня это идеальная метафора того, что мы делаем с ТЭС. Лучшие мы. Самые здоровые. Самые счастливые. Самые любящие. Самые успешные. Мы уже есть внутри себя. Мы лишь выстукиваем то, что нам не принадлежит. Лишний мрамор. Сомнения. Страхи. Убеждения, что мы недостойны. Вину. Стыд. Мы убираем это. И обязательно появляется шедевр. Вот почему статуя Давида у меня на визитках. И даже на моих часах. Это идеальная метафора того, что мы делаем. Мы делимся с миром своим шедевром. Это прекрасное завершение дня. Ребята, всем советую, постукивайте с Брэдом. Спасибо вам огромное за то, что были сегодня моим гостем. Было невероятно увлекательно. Не за что. Был рад поговорить с вами. Спасибо вам за то, что смотрели нас. В конце августа Брэд Йейтс проводит семинары в Москве и Санкт-Петербурге. Следите за анонсами на сайте и в соцсетях. Санкт-Петербурге.